сегодня мы едем на шашлыки делать по вашим рецептам по вашим маринадом шашлыки я думаю что взять вот две бутылочки вина просто необходимо во всяком случае одна нужна для маринада а вторая для того случая потому что с нами едет Игорь Паников я тоже собираюсь готовым заряжаю телефон Саша не забудь третью бутылочку взять пожалуйста я считаю что она нам не повредит если не для маринада то для настроения все ребята в добрый путь мы едем в Писерова там вода рыбаки и трава и честно говоря два маринада мне очень понравились потому что они аппетитно выглядели один я даже боюсь готовить но тем не менее посмотрим всем привет здравствуйте ребята сегодня в программе Бон аппетит мы будем жарить шашлыки те самые шашлыки маринады для которых вы нам прислали и для этого мы приехали специально сюда в Ногинский прекрасный район озера Писерова и вот где-то там с левой стороны находится Бисеровское водохранилище где мы с Игоряном ловили форель Игорь ну не ваш фартук взяли готовить нужно обязательно в фартуке вот этот фартук а нормальный фартук где это фартук Игорь одевай ты кто окей 4 мясо 4 маринада мясо наше маринады ваши я предлагаю начинать Игорь разделочный нож что такой тупой а кто чё камень дайте мне какой тебе камень обычный камень чтобы я поточил нет камня тарелку мне принеси на пассажирском сиденье лежит бестолковый глиняную тарелку мне принеси вот прям вот кинуть тебе или принести просто спасибо возьмите простую глиняную тарелочку переворачиваете ее вот переворачиваете и вот эта часть она будет служить и мы начинаем тащить я предлагаю начать с телячьей вернее с говяжьей вырезки вот мне сказали что это одно и то же говяжью вырезку готовить мясник мясо тихо 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 клади чтобы оно немножко клади прям сюда чтобы вся вода которая на нем есть она стекла что нам понадобится для говяжьей вырезки читаем красное сухое вино лук есть тимьян есть розмарин есть соль перец по вкусу шашлык получается волшебный даже медиум я предлагаю это проверить прямо сейчас начнем из того что будем нашу вырезку нарезать кстати прежде чем мусорить на природе запаситесь вот такими мешками мешки возьми для мусора саша стоп батон мясо перекрывает давай заново какой заново сделать его вот так вот и нормально ну так легче да теперь предлагаю нарезать нашу вырезку много вопросов по тому как ее резать кубик кубиком режьте как получится он серьезно умеет режьте как вы умеете нарезали так что у нас дальше красное сухое вино штопор что портай нет штопора как нет штопора верен я просто забыл его ты не говоришь что нужен штопор вы брали вино вы думали что не надо штопор открывай как есть какой есть штопор ножом открою вилкой проткни ребята если вы работаете с такими же людьми как я и они все время что-то забывают у вас есть руки золотые руки бона смотрите как открыть бутылку вина без штопора золотинку мы и убираем во первых взбалтываем бутылку обязательно очень хорошо взболтать если здесь на 1 донышке бутылки глубокая ямка это хорошо нет несколько раз вот такой звук слышите это хорошо не слышите это плохо и сразу же вот и все это называется открой бутылку пальцем вон аплодисменты сомелье сомелье открыл выйти из кадра и так мы маринуем телячью вырезку давайте венца прям не бойтесь хорошо так залейте венцом чтобы кое-кому меньше досталось обязательно перемешайте режем лук не обязательно его резать кольцами просто пополам и до свидания потому что он дает просто привкус можете даже его еще разломить и бросайте сюда дальше у нас идет тимьян на самом деле тимьян лучше нашинковать помельче потому что ну это же все-таки такая нормальная трава будет на огне гореть и все и все сюда в мисочку наш не знаю как вас зовут молодой человек или вы девушка но уже пахнет хорошо розмарин знаете я все-таки возьму розмарина две елки потому что боялся брать большой пучок розмарин дает особый привкус и дабы не испортить все практически наш маринад готов лук сразу розовеет запах идет осталось добавить соли чуть-чуть вообще по вкусу и обязательно перец я а вот обожаю такие перечень чувствуешь себя шеф-повар все первый маринад готов из говяжьего